А у нас в студии Конгресс ТВ Девяткова Наталья, основатель онлайн-школы и клуба инвесторов «Деньги в квадрате», а также вице-президент «Эргуд» и основатель группы компании «Денова». Наталья, приветствую вас. Да, здравствуйте. Начнем с профессиональных вопросов. Скажите в целом, как чувствует рынок коммерческой недвижимости сейчас? Вот как раз только, что закончился мой двухчасовой мастер-класс, где я рассказывала о трендах в коммерческую недвижимость. Каждый раз мы начинаем с макроэкономики, в которой мы с вами сейчас находимся в данное текущее время. Мы находимся с вами в ключевой ставке 16%, и мы констатируем, что у нас с вами большой пул денег внутри страны. Если посмотреть на депозиты, то это порядка 43 триллионов рублей у нас сейчас вложено на депозиты, и порядка 17 триллионов на руках у населения. Это очень большая денежная масса, и когда время у нас с вами турбулентное, неспокойное, то большая часть инвесторов предпочитает вкладываться в недвижимость, потому что недвижимость, если остается самым надежным для инвесторов инструментом сохранения и приумножения денег. Поэтому очень многие инвесторы предпочитают коммерческую недвижимость, потому что с ней меньше хлопот. Самое важное – это найти правильный объект недвижимости, то есть поработать на входе, и потом уже вашего времени становится меньше туда инвестировано. И она дает больший доход по сравнению с той же самой жилой недвижимостью, если это не касается курортной недвижимости. Вы сказали, главное – правильно найти объект для инвестирования. Расскажите три критерия выбора объектов для инвестирования. Какие самые важные, на что обратить внимание? Посмотрите, вообще я сама инвестор в недвижимость, более 20 лет, и у меня тоже свой портфель есть объектов для инвестирования. И если мы говорим про объекты стрит-ритейла, то есть которые находятся вдоль дарек, имеют свою отдельную входную группу, то здесь есть 16 параметров непотопляемости. Туда может входить и месторасположение, и товарное соседство, и инфраструктура развития этого района, многофункциональность использования, меняемость управляющей компании и много-много других параметров. Но есть три, без которых, собственно, к выбору объекта вообще лучше не подходить. Вот три прямо главных критерия, три важных качества. Первое, это локейшн, то есть месторасположение локейшн, афишн, 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 где находится ваш объект недвижимости. Второе, это многофункциональность использования, то есть сегодня ваше помещение используется, грубо говоря, под стоматологию. Если что-то пошло не так, вы должны стать уже грумингом для собачки, либо продовольственными магазинчиками, либо еще что-то. То есть вариативность использования этих квадратных метров, то есть поменять товарную группу и постоянно иметь очередь из арендаторов. И третий, это перспектива развития этого района, что вокруг вашего объекта недвижимости все время будут какие-то видоизменения, какое-то движение, которое будет улучшать его инвестиционные качества. Ну, например, у вас построят дорогу, расширят дорогу, у вас сразу плюс 30 к вашей стоимости объекта. Или, допустим, построят какой-то новый объект, там, жилого либо коммерческого назначения. Появятся новые люди, новые домохозяйства, которые будут ходить в ваш объект. Это также будет увеличить его стоимость. Очень полезные советы, интересно достаточно. Вы давно занимаетесь крупноформатными торговыми комплексами. Расскажите, как они изменились за 5-10 лет концептуально? Ну, так случилось, что я стояла у истоков зарождения крупноформатной недвижимости России. Вот, поэтому 24 года я на этом рынке, и мой путь начался именно со строительства торговых центров и их управления. В 2004 году я выиграла гранту Госдепартамента США, уехала учиться и была в Америке на стажировке у компании Кушмана Дайчел. Это большая американская пятерка. На тот период уже американцы насчитывали порядка 60 лет именно строительства крупноформатников. И у них были молы, большие торговые центры. Им было чем уже управлять, что анализировать, потому что уже был такой большой опытный временной путь. А мы только зарождались с вами как российский девелопмент крупноформатной недвижимости. Поэтому вот с 2004 года я вернулась в Россию и поняла, что моя жизнь будет связана со строительством вот этих больших торговых гигантов. И первое время, что я делала, я была управляющей этих торговых центров, строила, управляла ими. С 2019 года, то есть в 2004 году начался этот бум строительства крупноформатников в России, а в 2019 уже Россия перестала болеть гигантизмом, и мы стали уже строить точечно. То есть уже бил ту сют под потребность. Когда уже есть какая-то потребность, тогда этот торговый центр возводился. А не так массово, как мы это делали в предыдущие 16 лет. Вот. И, естественно, началась уже другая игра в торговых центрах. То есть они стали изменяться, эти торговые центры. То есть уже перестали в таком количестве строиться, и внутри уже наполнение стало другое. Но в первую очередь на нас сыграла пандемия, когда у нас с вами ритейл стал уходить в онлайн. И мы стали говорить о том, что нам не надо столько квадратных метров. Оказывается, нам нужны небольшие шоу-румы, места присутствия людей, чтобы мы могли потрогать, пощупать, примерить. Но заказать и привезти мы должны из другого уже объекта, более дешевого в аренде, уже в логистике и так далее. Поэтому таким образом стали сокращаться торговые площади, но стала развиваться складская недвижимость. Вообще надо сказать, что в мире все гармонично. Если в одном месте что-то убавляется, то в другом обязательно прибавляется. Это закон Архимеда. Вот. И поэтому в нашем торговом центре они из торгово-развлекательных стали больше превращаться в развлекательно-торговые. То есть наши люди стали больше использовать торговые центры для получения ощущений, удовольствия. Поэтому операторов ощущения удовольствия, то, что нельзя завести в онлайн, вот они себя нашли в наших торговых центрах. Поэтому появляется вот все больше и больше таких операторов. Ну и плюс в наших торговых центрах есть уже теперь и офисная функция, мы стали делать там каворкинги, стали делать какие-то складовки, складская функция, то есть вот такое чудо теперь торговое у нас, микс юз. Да, что касается вот развлекательных функций, помимо стандартных кинотеатров, там парков для детей, условно говоря, библиотеки, наверное, появились какие-то, да, внутри торговых комплексов, что еще вы можете отметить? Библиотеки, это могут быть какие-то контактные зоопарки, это могут быть боулинги, вот у нас есть успешный, да, успешный опыт, когда мы боулинги в торговые центры наполняли, поэтому все время то, что вам дает ощущение. И общепиты, общепиты это тоже тот оператор, который дает ощущение, это сейчас самый быстро растущий ритейл в России. А из новых совсем форматов внутри торговых комплексов, что вы можете отметить? Ну, это, скорее всего, коворкинги, это те же самые там какие-то кладовки, да, когда делают какой-то комьюнити, где есть кладовки. А еще, знаете, торговые центры, вот я в Америке увидела такую штуку, когда они торговые центры использовали под спорт. Утром открывали, когда нет посетителей, и бегуны бегали, скандинавская ходьба, скандинавила и так далее. И я вижу, что торговые центры тоже используют эти площадки. А еще я люблю проводить в торговых центрах разные деловые мероприятия. Это тоже очень приятно. Если мы говорим о девелопменте, то вот здесь, воочию, в торговом центре, вот эти мы сегодня тоже используем такое пространство с вами, да, университета Сириус. Я вот раньше здесь была по другому поводу, а сегодня у нас здесь с вами проходит жилищный конгресс. Поэтому все должно быть такое, знаете, вот в нынешнем время многофункционального использования. Тогда она живучая, она тогда становится более востребованным на рынке. Да, важна гибкость. Да, гибкость использования. Универсальность, локация. Расскажите немножко про вашу онлайн-школу. Скажите, пожалуйста, вы в коммерческую недвижимость вкладываетесь давно, у вас богатый инвестиционный опыт, а с какими запросами приходят в вашу школу? Ну, смотрите, что произошло с онлайн-школой. В моей голове так все время звучит. Если есть идея, потом она должна обязательно быть прописана на бумаге, а потом уже действия начинаются. Поэтому встал вопрос. В 19-м году я была очень результативной компанией, региональной. У меня был 21 торговый центр, уже за плечами реализованы 49 бизнес-центров, 9 тысяч объектов стрит-ритейла. И нужно было как-то масштабировать этот опыт. Но самое главное, мне как собственнику уходило очень много времени на адаптацию новеньких сотрудников. И мне хотелось и эту задачу решить. А еще мне хотелось сделать межрегиональные сделки. А сделка, она может, знаете, возникнуть только в том случае, когда два участника дееспособны, как мама и папа. И тогда вот эта сделка, как ребенок, рождается в нормальном состоянии, в здравом. Если кто-то один не в курсе, как говорится, и как-то не знает бизнес-процесса совершения, допустим, до коммерческой недвижимости, или неправильно пользуются документооборот и так далее, то сделка, она развалится. Поэтому в 2019 году поняла, что надо масштабироваться. Пришла в Сколково на программу масштабирования и там стала тестить идеи. Написала сначала франшизу свою, но поняла, что франшиза – это не тот путь. И поняла, что онлайн-образование – это как раз та вещь, которая решает все три мои запроса. И первый курс я написала, я его писала в 9 месяцев, как ребенка. Писала его 9 месяцев, так как я профессиональный педагог, то понимала, что мне нужна методология и уже такая стройная учебная система. И в первую очередь этот курс родился для адаптации моих собственных сотрудников, а потом уже он вышел на рынок и стал помогать, обучать сотрудников в агентствах недвижимости создавать новые отделы либо свои компании. Я горжусь тем, что на сегодняшний день, во-первых, у нас уже есть три специализации. Сначала брокеры и руководители компаний по коммерческой недвижимости. После этого в следующем году я написала курс по инвестициям, и это для инвесторов. И есть курс для управляющих крупноформатной недвижимостью. Вот и получается, нам 5 лет будет. Мы обучили более 500 учеников и создали порядка 100 компаний по коммерческой недвижимости в России. Поэтому и все сейчас происходит внутри сообщества. Мы совершаем межрегиональные сделки, и это очень вкусно, красиво и классно. Да, много смежных направлений. Это интересно, здорово. Надо сказать, что по 2023 году у нас получилось, что мы заработали денег, как брокеры, больше именно в межрегиональном партнерстве, чем у себя, находясь на своем материнском регионе. Это опять же, к слову, про нетворкинг, про мероприятие, которое дает этот нетворкинг. Например, наш конгресс. Расскажите впечатление о нем. Ну, жилищный конгресс, я ему очень благодарна. Это самая крупнейшая площадка страны для вот такого общения игроков рынка девелопмента. И если первые года, допустим, я участвую здесь уже, наверное, порядка пяти лет, и здесь стала, присудили, я стала экспертом недвижимости России, дали мне эту награду, за что я очень благодарна. Получила вот это федеральное признание на этой площадке. То я вижу, как вот сейчас из-за только брокерской и риелторской линейки здесь уже возникают и консалтинговая линейка, и девелоперская линейка. То есть он становится еще мощнее, еще круче и обхватывает разные слои рынка девелопмента. Поэтому завтра у нас тоже будет здесь партнерское мероприятие Российской гильдии управляющих и девелоперов, где я являюсь вице-президентом. И мы будем говорить очень много про строительство новых объектов. На злобу дня, что сейчас нужно строить, где, собственно, мы как инвесторы, как брокеры зарабатываем, куда идут тренды коммерческой недвижимости. Вот и будем давать уже непосредственно инструменты и звать в наши проекты. Наталья, у вас замечательные соцсети, очень интересно ведете. Расскажите, как вы придумываете идеи для таких постов, видео для коротких? Вы знаете, идея, она рождает сама жизнь. Вот вы знаете, сейчас я когда шла сюда, время еще даже до обеденной, у меня вышло порядка шести или семи сториз. Да, то есть я как тот, знаете, как тот хантыец, который видит, то поет. Я спешу поделиться теми наблюдениями, что меня радует. Ну, например, утром я встала, пошла на зарядку в свой ЖК, фрукты, где в 19-20 году, куда я инвестировала. Естественно, это сразу всколыхнуло воспоминания, когда мы в 19-м году выбрали этого застройщика, сколько мы как инвесторы здесь заработали, и какое удовольствие мы сейчас получаем от этого продукта. И вот я занимаюсь спортом, мотивирую людей рано вставать, быть все время в хорошем расположении духа и тонусе. И плюс еще даю полезный контент по инвестициям. Приехала сюда, поделилась площадкой. Это не классическая площадка, этим тоже надо делиться. Потому что у многих моих коллег, которые делают мероприятия, я тоже провожу мероприятия, у кого-то сразу же, о, а что так можно было? Оказывается, можно было трансформировать вот такую площадку под эти вещи. Я вот, допустим, люблю проводить свои мероприятия на нестандартных площадках, типа строящихся торговых центров. Вот, там еще стройка в полном мере, а у нас там мероприятие уже идет. Вот, поэтому расширить кругозор и поделиться уже с другими. Поэтому это интересно, и люди с удовольствием подписываются. Наталья, знаю, что вы еще поете, увлекаетесь пением. Какую бы песню вы посвятили Конгрессу? Я знаю, что у Конгресса есть своя песня, потому что, когда она играет, я обязательно ее подпеваю. И, кстати, придумала слова на этой песне Марина Борисенко, которая является моим учеником онлайн-школы «Деньги в квадрате», и она тоже придумала гимн для онлайн-школы «Деньги в квадрате». Представляете, вот такая талантливая девушка, которая объединила и Конгресса, и мою онлайн-школу. Вот, а если бы мне сказали, какую песню я бы сейчас пела для Конгресса, я бы, наверное, все-таки взяла, ну, либо какую-то персональную, уже заморочилась, написала свою песню, как сделала Марина. Ну, а если, допустим, что-то перепевать, то, наверное, ну... Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети ворадовали. Ну, вот такое вот. Возьмем, желаю, Ваенга, будьте здоровы, будьте счастливы, жизнь прекрасна. Как здорово! Спасибо большое за пожелания, за песню. Да, вам всего доброго. Спасибо большое за интервью, вам успехов, удачи на Конгрессе, хорошего настроения. Спасибо. 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 Спасибо.